День добрый, с вами канал Природа Будущего и Александра Кайгородцева. У многих из нас за окном уже настоящая зима, морозно, выпал снег, но это не повод не поговорить о наших любимых цветах. Сегодняшний ролик мы посвятим пиларгонии. Я расскажу о своем опыте хранения взрослых растений, расскажу несколько способов, покажу, как я использую пиларгонию в саду, и мы, конечно, поговорим о посевах, потому что для того, чтобы в начале лета получить пышное цветение, сеять нужно достаточно рано. Пиларгония – это растение длинного светового дня, то есть цветет тогда, когда солнечный день длиннее ночи. У меня сейчас цветение есть, но это благодаря фитосветильникам. Дневного света сейчас им, конечно же, недостаточно, поэтому если вы хотите, чтобы ваша пиларгония радовала вас цветением круглый год, то в этом случае ее стоит разместить в теплом помещении, обязательно с досвечиванием, и кормить ее так же, как вы это делаете летом. Но такие условия есть не у всех, поэтому расскажу и о других способах. Второй способ хранения пиларгонии – это светлое прохладное помещение, то, что у нас сейчас и есть в теплице. Здесь плюс 15 градусов. Пиларгония, конечно, если мы не будем включать фитосвет, она не будет свести, она даже, возможно, немного вытянется, но все это решается весенней стрижкой. При хранении в светлом прохладном месте мы прекращаем подкормки и сокращаем полив. Полностью его не убираем, потому что все-таки растение живет, и иногда поливать нужно, но осторожно, аккуратно, переливать не стоит. Если в прохладную погоду мы переборщились с поливом, то могут возникать проблемы грибкового характера, поэтому профилактически обязательно проводим обработку. Мне очень нравится использовать серебромедин. Препарат экологичный и отлично работает как профилактика и лечение грибковых и бактериальных заболеваний. Разводим по инструкции и опрыскиваем по листу. И еще один способ хранения. Я считаю, что он незаслуженно забыт, так называемый бабушкин метод. В чем он заключается? Мы будем хранить пеларгонию в темном прохладном месте, но обязательно нужна подготовка. В первую очередь мы немного подсушиваем грунт. Пеларгония такое растение, я его часто сравниваю с суккулентом. То есть пеларгония легко нам простит, если мы забудем ее полить. Но если мы польем ее дважды, да еще и в прохладную погоду, вот это будет плохо, это чревато различными корневыми гнилями. Поэтому грунт подсушиваем, сокращаем полив. С надземной частью тоже нужно будет поработать. Опять же, чтобы избежать всех грибковых и бактериальных напастей, мы обрабатываем серебромедином листья, стебли, верхний слой грунта. Обрабатываем. И спустя несколько дней мы начинаем обрезку, режем на пень. То есть оставляем побеги 7-10 сантиметров высотой. Все остальное мы убираем. И вот в таком виде нашу пеларгонию мы убираем на хранение в темное прохладное место. Температура плюс 10, плюс 15 отлично подойдет. Самое главное, место не должно быть влажным. То есть не должна стоять рядом вода. Чем будет суше, тем лучше. А весной мы пеларгонию достанем, польем, поставим в светлое, теплое место. И она очень быстро пойдет в рост. По своему опыту могу сказать, по работе с разными растениями, если зимой растение отдыхало, то летом оно активнее, интенсивнее растет и цветет. То есть вот зимняя передышка растениям все-таки нужна. Применение пеларгонии в саду. Растение универсальное, но так как у нее есть два особенных свойства, ей нужен небольшой объем грунта, и она хорошо переносит засуху, поэтому это растение отлично себя чувствует в небольших балконных ящиках, на солнечных террасах, около беседок. Все солнечные места и некрупные горшки смело отдавайте пеларгонии. Выбор семян пеларгонии сейчас очень большой, а я для себя отобрала вот такие гибриды. Если не планируете сеять семена сразу, то лучше убрать их на хранение в холодильник, куда будем сеять пеларгонию. Вариантов несколько. Можно использовать торфяные таблетки разного диаметра, но мне не всегда нравится, потому что бывает, что они закисают. Я предпочитаю грунт готовить сама. Вот, например, здесь у меня верховой торф, и я добавила немного садового диатомита. Он содержит кремний и прекрасно влияет на развитие корневой системы. Сейчас я его пролью, он немного уплотнится, и можно будет раскладывать семена. Семена хороших гибридов всегда дорогие и продаются практически штучно, поэтому мы поработаем над всхожестью. Для улучшения всхожести семян и дальнейшего быстрого развития молодых всходов я буду использовать Эгби-1 от компании Биокомплекс. Это симбиотические ризосферные бактерии, то есть те бактерии, которые живут на корешках растений и помогают добывать питание из почвы и противостоят различным грибковым бактериальным заболеваниям. Нам нужно подселить эти бактерии на семена. Для этого по инструкции добавляем их в воду и обмакиваем семена. Долго выдерживать семена в растворе не нужно. Обмакнули и можно раскладывать по поверхности грунта. Так как семечки достаточно крупные, мы их немного заглубим на несколько миллиметров. Дальше закрываем контейнер крышкой, подписываем при необходимости сорт и дату и убираем в теплое место с температурой 22-25 градусов до появления всходов. После обязательно под фитосветильник. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и интересным. Если у вас остались вопросы по работе с пиларгонией, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу. А на этом говорю вам до свидания. Всего доброго. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!